МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Я Вячеслав Разбегаев. Я такой же, как вы. Я сомневаюсь, не верю всему подряд и многое хочу перепроверить. Это агентство специальных расследований. Сегодня в программе. Его портрет называют самой известной фотографией в мире. Я бы назвал его идеальным героем. Как погиб Ча Гевара? Главный романтик 20 века. Их было 17 человек, они разделились на две группы. Неужели смертный приговор команданте подписали ЦРУ и КГБ? В КПСС очень плохо, на самом деле, относились к такого рода партизанским действиям. Писатели-призраки. Существует ли Виктор Пелевин? Я Пелевин очень хорошо понимаю. И кто пишет книги за Дарью Донцову и Сергея Минаева? Какая бригада выдержит писать столько, сколько Донцова? А также таблетка против секса. Кто ее купит? Избавление от секса, оно выгодно практически всем. И как еще можно победить основной инстинкт? Взвился на дыбы и заорал. Я вообще половой жизни жить не буду. Ча Гевара. Эталон революционера. Икона настоящих бунтарей. Футболки, плакаты и даже кружки с его портретом продаются миллионами тиражами. Но, несмотря на популярность, многие подробности его биографии до сих пор засекречены. И мало кто знает, что Эрнест Ча Гевара был настоящим антисоветчиком. Точнее, стал им в какой-то момент. Есть версия, что советские вожди жестоко наказали строптивого команданта. Так кто же на самом деле приложил руку к его гибели? Это популярный музыкант Владимир Крестовский. Лидера группы «Ума Турман» потрясла биография команданта. Вся история его жизни и особенно смерти. Их было 17 человек. Они разделились на две группы. Они сидели на дереве и стреляли прямо и скромно. Нас 17, все мы партизаны застали. Эрнест, а Ча Гевара вроде как старший. Ча Гевара был в группе, в которой погибли они. Видимо, частично взяли в плен. А в той группе, в которой удалось вырваться, они даже не знали, что Ча Гевару пленили. Они пытались его как-то найти, даже освободить. Смерть героя. Романтический финал. Но так ли было на самом деле? Подлинная история гибели Ча Гевары – это циничное предательство самых близких друзей. Так кто же помог убить команданта? Далеко не все знают. Че – это вовсе не имя, а что-то вроде прозвища. На самом деле его звали Эрнесто Рафаэль Гевары Линч де ла Серна. Такие длинные имена в Южной Америке бывают только у аристократов. Че Гевара как раз из обедневшего дворянского рода. Он был потомком последнего вице-короля Перу. Но откуда у человека голубых кровей появились революционные взгляды? Он родился в Аргентине. К своим идеям он пришел, путешествуя по Латинской Америке. И, конечно, он с ненавистью относился к империализму США, потому что империализм США символизировал всю эту нищету. Там богатство, здесь бедность, тут американские компании, тут американские интервенции. Во время учебы в Университете Буэнос-Айреса Эрнесто исколесил весь континент. Проехал тысячи километров на мопеде. Начинающий врач лечил простых людей. Чаще всего бесплатно. Те, кто знал Эрнесто Че Гевара, говорят, что врачом он был от бога. Он был хирургом, и он был педиатром, лечил детей. Историк и дипломат Николай Леонов познакомился с Эрнесто в начале 50-х. Че Гевара путешествовал по Мексике и зашел в советское посольство, где тогда работал Леонов. У нас остался длинный разговор, часа на три, наверное, в ходе которого, конечно, Че Гевара просто обрушил на меня целый водопад, каскад вопросов о Советском Союзе, о нашей жизни. А кончилось тем, что он попросил у меня три книги. Это Фурмановского Чапаева, Николая Островского «Как закалялся в сталь» и Бориса Полевого «Повести о настоящем человеке». Че буквально влюбился в Советский Союз. СССР казался ему страной, где нет богатых и бедных, и где все по справедливости. Он стал сторонником коммунизма в самом, что ни на есть, советском, можно даже сказать, на тот момент сталинском варианте. Интересный факт. В молодости Гевара подписывался «Сталин второй», как он сам говорил, ради шутки. Но революционными идеями Че болел по-настоящему. Главная его работа была книга «Партизанская война» Геройда Гириллес. Это была квинтэссенция его взглядов на революцию. Он считал, что революция может и должна в Латинской Америке, во всяком случае, произойти вооруженным путем, путем партизанской войны. И когда повстанцы на Кубе во главе с братьями Раулем и Фиделем Кастро задумали государственный переворот, Че присоединился без раздумий. Фидель и Че Гевара были, естественно, соратниками. У них были очень доверительные отношения, которые скреплялись не просто какой-то вот такой чисто человеческой дружбой и симпатией, а именно опытом совместной революционной борьбы, которая была чревата и пленом, и пытками, и арестом, и смертью, и чем угодно. Фидель Кастро и его товарищи победили. Историки называют это невероятным стечением обстоятельств. А потом он участвовал с Фиделем в качестве главного консультанта и советника Фиделя во всех экономических и политических переворах. А что дальше? Казалось бы, вот она, долгожданная победа революции. Так почему же Че Гевара не успокоился? Ему нужен был дух революции, дух борьбы, подавления чьей-то воли, управления людьми. И даже вот Куба ему оказалось мало. Ему потребовалось снова ехать в Латинскую Америку и там возглавляют другие революционные движения. Знаменитый портрет Че Гевары. Мерленский институт искусств назвал это изображение самой известной фотографией в мире. Но мало кто знает, портрет был опубликован лишь семь лет спустя, после проявки. А его автор не заработал на снимке ни цента. Фотограф Альберто Кордо, именно он сделал снимок, так проникся идеями команданта, что отказался от авторских прав и денег за фото. В отличие от тех, против кого боролся Че Гевара, акул капитализма. Они заработали на этом образе миллион. «Дженерейшн Пи» – фильм по культовой книге Виктора Пелевина. Дух Че Гевары занимает в нём особое место. Но что этим хотел сказать автор? Людям нравится, потому что есть бренд, как Че Гевары. Актёр и продюсер Андрей Фомин сыграл в фильме Сергея Марковкина. Человека, который открывает перед главным героем мир рекламы. И он понимает, почему Че Гевара стал культовым персонажем. Образ Че Гевары – это образ сильного человека и одержимого идеей революции. Это прекрасный мифологический образ, который каждый примеряет на себя. Знаете, я бы назвал его идеальным героем. Он себя сам сравнивал с Дон Кихотом. И на самом деле это сравнение достаточно точное. Он в определённом смысле был рыцарем без страха и упрёк. В определённом смысле, как и Дон Кихот. В 60-е годы 20 века, сразу после победы Кубинской революции, слава команданта буквально зашкаливала. На фоне сверхпопулярного Че фигура Фиделя Кастро меркла. Разумеется, это не устраивало нового кубинского лидера. Есть такая версия, что Че был удалён Фиделем из-за какого-то элемента ревности, популярности. Потому что, не знаю, как на Кубе, но в мире, конечно, образ Че Гевары пользовался большей популярностью. Это был такой, скажем так, бренд мировой революции. Не Фидель, а именно Че. Поэтому, когда Че Гевара решил поехать в Африку, братья Кастро удерживать его не стали. Они готовы были поддержать любую аферу команданта, лишь бы он находился подальше от острова свободы. Фиделю Кастро были выгодны оба варианта. Че Гевара побеждает. Побеждает кубинская революция. Че Гевара погибает. Фактически получилось так. Он погиб и стал символом. В марте 1965 года Че Гевара бесследно исчез. Спустя полгода Фидель Кастро обнародовал прощальное письмо команданте, в котором Эрнесто отказывался от постов в правительстве и партии. Сейчас мои скромные усилия революционера требуются в других странах земного шара. Из прощального письма Че Гевары. Позже стало известно, что командант и пытался устроить революцию в Хонго, но она провалилась. И тогда Че Гевара нацелился на Боливию. Он вообще давно говорил, что мечтает освободить и свою родину, Аргентину. Поэтому ему не сидело на кубе. Его поездка в Боливию, она была вызвана прежде всего его желанием сколотить партизанский отряд в Боливию и оттуда вторгнуться в Аргентину. Об отъезде Че Гевары в Боливию знали только братья Кастро. Фидель лично благословил его. Че Гевара внешность изменил полностью с помощью пластических операций и других процедур, для того, чтобы можно было нелегально проникнуть из Кубы в Боливию, пересечь несколько границ, и он был неузнаваем. Тогда, считают конспирологи, и началась история предательства команданта. В 90-е годы прошлого века с Кубы бежал последний боец отряда Че Гевары Даниэль Аларкон. Оказавшись далеко от острова Свободы, он заявил, именно Фидель Кастро фактически сдал Че Гевару Советскому Союзу. Фидель указал, где искать команданты. Агенты ГГБ слили эту информацию ЦРУ, и уже американская разведка начала операцию. К 1966 году братья Кастро уже крепко уселись на кубинском троне. Время революционных авантюр для них прошло. Более важной оказалась помощь советских союзников. А такие люди, как Че Гевара, могли ей помешать. В КПСС очень плохо, на самом деле, относились к такого рода партизанским действиям, тем более к несанкционированным ЦК КПСС. А они были несанкционированы. У Брежнева, это была эпоха Брежнева восходящая, была другая стратегическая линия. Она называлась мирное сосуществование. А у того голоса, у Че Гевара, создательство Вьетнама. То есть полностью противоположное. Поэтому, конечно, любви большой советское руководство к фигуре Че Гевара не питало. Че Гевара критиковал советских вождей за отступление от сталинских принципов. Команданты всегда симпатизировал отцу народов и его методам. Он и сам не признавал компромиссов. Победа или смерть, оно абсолютно, так сказать, железное правило жизни. Или победить, или погибнуть. Известный факт. Во время революции на Кубе, по указу Че Гевары, были расстреляны более 8 тысяч солдат и приверженцев старого режима. Большинство революционеров, особенно вот таких выдающихся, как Че Гевара, они живут постоянно в состоянии насилия над другими людьми. Революция – это всегда устранение одного управляющего класса другим. Бескомпромиссную позицию Че в СССР не поддерживали, в отличие от Китая. Мао критиковал Советский Союз за отказ от борьбы с империализмом и за критику культа личности Сталина. В лице Че Гевары он нашел благодарного слушателя. Мао Цзэдун выглядел более радикально. Мао Цзэдун не соглашался с разоблачениями Сталина с одной стороны. Но здесь для Че Гевары дело было, конечно, не в Сталине. Че Гевары не был каким-то упертым сталинистом. Но и Че Гевары, и Мао Цзэдун были недовольны тем, что они видели в Советском Союзе. Для Советского Союза друг Мао Че Гевара стал настоящим соперником в борьбе за доминирование в Латинской Америке. СССР руками Фиделя Кастро выстраивал сложные схемы влияния на президентов и диктаторов стран третьего мира. А Че Гевара грозил большими неприятностями. И тогда от него решили избавиться. Он никогда бы не остановился. И для ЦРУ это была бы целая проблема. Поэтому убить его, это обязательно было. Другого решения американцы не видели. Анорато Рохос. Простой боливийский крестьянин. Гевара лечил его детей. Но как только ему предложили вознаграждение, Рохос без промедления указал спецназу, куда ушел отряд партизан. Че Гевару взяли в плен. Его казнили несколько боливийских офицеров. Без суда и следствия. Они прекрасно понимали, что они совершают это злодейство. И очень долго дискутировали на ту тему, кому выполнять вот этот преступный приказ. Был брошен жребий. И боливийский офицер Марио Терран вытащил коротенькую спичку. И таким образом он был назначен как бы исполнителем вот этого кровавого злодеяния. После казни Че Гевары отрубили руки и увезли в неизвестном направлении. Тело команданта выставили на обозрение в одной из боливийских деревень. А позже тайно захоронили в братской могиле. Че Гевар был неузнаваем. Поэтому рубили ему руки для того, чтобы уже по дактилоскопическим отчискам узнать о ныне он. Конечно, ЦРУ полностью, 100% руководил операцией по преследованию и поимке Че Гевара. Рохас жестоко поплатился за предательство. Через несколько лет он был убит. Его убийц так и не нашли. Остается только догадываться, кто сделал это. Ведь другие боливийские крестьяне до сих пор, в прямом смысле слова, боготворят Че. Сейчас существует и церковь Че Гевары, и секта Че Гевары, и построены какие-то католические костелы, которые вместо икон, вместо Богоматери, там, портреты Че Гевары. То есть чего там только нет. И очень странно, что не было какого-то, не знаю, трибунала, что ли, мирового над убийцами Че. Есть еще одна версия о предательстве. Некоторые исследователи считают, это сделал французский журналист Режи Дебре. В 1967 году репортер при поддержке Фиделя Кастро отправился в Боливию, чтобы побывать в отряде и взять интервью у Гевары. Но его схватили местные власти, и он в обмен на освобождение сдал команданта. Один раз предали или несколько, предательство достигло своей цели. Символ революции был убит. Долгие десятилетия не было известно даже место захоронения команданта. А некоторые обстоятельства его смерти не раскрыты до сих пор. Трагическая гибель Че Гевары напоминает об известной истине. Революция пожирает собственных детей. Смотрите далее. Кого боится культовый писатель «Новой России»? Я Пелевин очень хорошо понимаю. Работают ли на Дарью Донцову литературные негры? Как играть без сна в пинг-понг там за протяжение двух недель? И зачем у нас изобрели таблетку против секса? Наш продукт позволяет ставить некую форму защиты. Это агентство специальных расследований и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Писатели-призраки. Так называют авторов, которых на самом деле не существует. Писатели-призраки появились в США в 20-е годы прошлого века. А еще сто лет спустя о них заговорили и в России. Вот мне интересно, неужели в самой читающей стране мира большую часть книг пишут литературные привидения? В таком случае кто скрывается за вымышленными именами и зачем? Он носит черные очки, не дает интервью и никогда не показывается на публике. Это Виктор Пелевин. Многие его называют самым знаменитым российским писателем-призраком. Популярная российская писательница Дарья Донцова о Викторе Пелевине слышала немало. Кто-то называл его наркоманом, кто-то буддистским монахом, а кто-то и вовсе утверждал, что это женщина. В общем, одни слухи противоречивей других. Пелевиным я никогда не встречалась. Но то, что он явление в нашей литературе, явление очень интересное. И то, что он, конечно, невероятно талантливый человек, тут даже вообще и сказать-то больше нечего. У него, конечно, совершенно необыкновенные книги. Для писателя и телеведущего Сергея Минаева личность Пелевина – большая тайна. Роман его читал, а вот встретиться тет-а-тет не посчастливилось. Но если Пелевин все-таки существует, его скрытность вполне объяснима. Каким-то личным мотивом, нежеланием общаться, нежеланием отвечать на одни и те же вопросы. Потому что я даю, может быть, 3-4 интервью в год. Сейчас. Может быть, меньше. Потому что вот там, те 3 года первых, это была просто катастрофа. Я кому только не давал интервью. Поэтому я Пелевин очень хорошо понимаю. Российский читатель узнал о Пелевине в 1989 году. Тогда в журнале «Наука и религия» был напечатан его первый рассказ. Писатель быстро стал популярным. Однако совсем скоро появился слух о том, что все это – мистификация творческого коллектива журнала. Наука и религия вообще в те годы, да и сейчас, является местом сбора людей странных, интересных, неординарных, скажем так. Виктор Пелевин – писатель-призрак. Это предположение Эдуард Геворкян слышит регулярно. Большинство интересующихся связывали фамилию Пелевина с московской литературно-мистической группой 48. В группу 48 входили писатели Покровский, Ягозаров, Липунов, Емелин, Вавилов, Иванников и Новицкий. Если первые буквы этих фамилий поставить в один ряд, то получится слово или фамилия Пелевин. Многие уверены, именно загадочность писателя подогрела интерес к его творчеству. В условиях рыночной экономики все эти, так сказать, игры, призрачность, недоступность и прочее – это нормальный маркетологический ход. Чем-то похожим стали книги писателя Натана Дубовицкого. Он появился в российской литературе спустя 20 лет после дебюта Пелевина. Согласитесь, круглая дата. Так же, как и Пелевин, Дубовицкий был напечатан в известном российском журнале. На этот раз стартовой площадкой стал «Русский пионер». Я, как редактор решения, печатать или не печатать роман, принимал мгновенно. Я действительно могу поклясться чем угодно, что я получил этот роман за подписью господина Дубовицкого по электронной почте. Первый роман писателя Дубовицкого назывался «Около ноля». Произведение вызвало фурор в читательском мире. А знаменитый режиссер Никита Михалков даже поставил его в один ряд с мастером и Маргаритой Булгакова. Но еще большую интригу добавила персона автора. По слухам, за псевдонимом скрывался известный государственный деятель Владислав Сурков. Я разговаривал и с самим Сурковым. Раньше, чем роман был опубликован, я вообще об этом сейчас первый раз рассказываю, он только смеялся, и он до сих пор смеется. Он ни да, ни нет не говорит. Некоторые детали в истории Дубовицкого действительно указывают на Владислава Суркова. Во-первых, его жену зовут Наталья Дубовицкая. А в литературной среде есть традиция использовать в качестве псевдонимов фамилии близких родственников. Во-вторых, в романе есть намеки на совершенно конкретные события. Там была впервые, например, заявлена идея переименовать милицию в полицию. Герой об этом заявил. Предложение такое от Владислава Юрьевича Суркова поступило примерно в то же время, когда писался вот этот роман. Может быть, под псевдонимом Виктор Пелевин как раз и скрывается политик? У политиков, даже очень крупных политиков, обязательно есть творческая амбиция. Сталин, может, проще писал стихи. Мало им пасти народу. Хочется все-таки как-то еще этим народам что-то еще такое сказать, чтобы полюбили. Под видом художественного вымысла вполне можно высказывать самые смелые догадки и продвигать революционные проекты. Яркий пример – культовая книга автора «Дженерейшн Пи». Роман рассказывает о политических и экономических реформах страны в 90-е годы. Получается, Пелевином мог назваться общественный деятель, который был в гуще событий последних лет 20-го века. Но кто из них? Многие спросят, зачем политику или бизнесмену скрывать свое имя. Я скажу так, хотя бы из-за возможной негативной реакции общества. Вот пример. В 1999 году вышла в свет книга «Большая пайка». Роман рассказывал о том, как строился бизнес в лихие 90-е, как коммерсанты покупали политиков и как чиновники крышевали коммерсантов. Автором бестселлера стал Юлий Дубов, бывший генеральный директор «Логоваза» и друг Бориса Березовского. У Бориса Березовского и всех, кто с ним связан, дурная слава в России. Понимая это, Юлий Дубов поначалу не хотел, чтобы его фамилия была на обложке дебютной книги. Ведь читатель мог предвзято отнестись к произведению и его автору. У меня было очень сильное искушение написать «Большую пайку» под псевдонимом. У меня был псевдоним, который, как мне казалось, чрезвычайно удачен. Но когда я эту книгу принес в издательство, ее прочли и сказали, что будут печатать, меня попросили, чтобы я не валял дурака с псевдонимами, потому что все равно все угадают, кто писал. Но если случай с Юлием Дубовым понятен, то Виктор Пелевин до сих пор остается загадкой для всего читающего мира. В 2009 году группа критиков заявила, что это бренд, который создан издательством, а в качестве авторов выступают так называемые «литературные негры». Литературными неграми, литературными рабами или книгерами называют авторов, которые за вознаграждение пишут книги за знаменитых людей. Кто такой негр? На самом деле ничего тут обидного нет. Это нормальная работа, литературный подъемщик, человек, которому не важно имя и личные какие-то авторские усилия, а важна, да, просто вовремя сделанная литературная работа на каком-то уровне. Некоторые литературоведы считают, что литрабы появились во Франции еще в 19 веке, и первым, кто пользовался их услугами, был знаменитый Александр Дюма. На эту тему есть даже анекдот. Как-то утром Дюма сын подошел к Дюма отцу и спросил, «Папа, а ты читал свою новую книгу?» «Нет», – ответил тот, «А ты?» Чуть позже анекдот переделали под Брежнева. Известно, что книги под фамилией Генсека на самом деле писал другой человек – журналист Анатолий Аграновский. Это Дмитрий Ухлин. На заре своей писательской карьеры он был автором многих книг. Но ни на одной из них его фамилии не было. Как и многие книгеры в стране, он прошел стандартный путь. Вначале отучился во ВГИКе на сценариста, а потом знакомые предложили денежную работу. Были времена, когда не было сериалов, и негде было кормиться, и часть сценаристов подрабатывали как негры, и ничего в этом зазорного нет. И вот попал в такую компанию, где и бригадир был, писатель, да, а негры были сценаристы. Проверить, кто пишет книгу, литрабы или сам автор, очень просто, считает Дмитрий Ухлин. Для этого нужно посчитать, как часто выходят произведения писателя. Например, за полгода создать роман можно, а вот за месяц – просто нереально. Я не уверен, что чисто физиологические способности человека могут покрывать вот эти вещи. Это не знаю, как играть без сна в пинг-понг, там, на протяжении двух недель. Яркий пример – писательница Марина Серова. Под этой фамилией за 10 лет вышло более 400 детективов. Примерно по три в месяц. Тайна плодовитости автора была раскрыта спустя несколько лет. Оказалось, Серову создали в саратовском издательстве научная книга. Под этим псевдонимом творила целая бригада наемников. Негр получают чуть-чуть на жизнь, чтобы хватило, так сказать, что в груду не подарили. Большая часть получает, конечно, автор, поскольку, так сказать, носитель бренда. Не надо верить мужчинам с бегающими глазками, которые дают интервью по телевидению вот так вот с закрытым лицом, о том, что они пишут за кого-то книги. Это вранье. В отличие от Серовой, Дарья Донцова – реально существующий писатель. Своим примером она не раз доказывала – писать по одной книге в месяц реально. Секрет в дисциплине. День Дарьи Донцовой. Ну вот без 15,6 встала, водичкой обливась, кашку геркулесовую слопала, обняла мопса, всего работать. Дальше как надо написать 25 страниц. А как у меня получится? Получится до трёх написать – прекрасно. Не получится до трёх написать – немножко хуже. Все книги Дарья Донцова пишет от руки. А в доказательство своего авторства писательница готова предъявить рукописи. С 1998 года за 15 лет. За 15 лет. Ну да, если так получается там у нас с вами. Всё это вот так вот и лежит. Но писать так много вряд ли кто ещё сможет. Это Донцова признаёт без ложной скромности. С таким темпом даже бригада литрабов справится не без труда. Какая бригада выдержит писать столько, сколько Донцова? Любая бригада скончается. Нет, конечно. Передо мной все книги, которые Виктор Пелевин написал с 92-го по 2013-й годы. Их 11. То есть по одной книге за два года. Согласитесь, скорость не характерна для целой группы литературных негров. Книги Сергея Минаева выходят с такой же периодичностью, как и у Пелевина. Даже немного реже. Но это не мешает критикам язвить. Мол, книги писателя Минаева сильно отличаются по стилю. Может быть, и здесь без негров не обошлось. Здесь есть одна аргументация. Я очень редко пишу. Раньше я писал по книге в год, теперь я пишу по книге в два-три года. Если бы у меня был коллектив авторов, конечно, я бы штамповал их после Духриса. А вот и ответ на загадку Пелевина. В интернете было выложено единственное интервью, которое Пелевин давал в институте Айовы. Это видео раз и навсегда доказало. Человек, называющий себя Виктором Пелевиным, существует. Это его настоящее имя. Я с него на школе училась. Хотя, конечно, нет доказательств того, что именно этот человек собственноручно написал все 11 опубликованных книг. Советская литература была ужасной, но она существовала. Постсоветской литературы просто не существует. После появления этого интервью слухи о призрачности Пелевина до конца не исчезли. Но большинство почитателей автора считают, что стиль Пелевина не подделает никакая группа литрабов. А то, что работает Пелевин, видно, что это работает Пелевин. То есть здесь, я считаю, что нет никаких литературных негров, которые на него работают. То, что это проект, возможно, это проект, но это проект, который он сам придумал, реализовал, добился успеха. В честь и мои хвала за это. Выдуманные авторы существовали и в прошлые столетия. Например, сатирик Козьма Прутков. Под этой маской скрывались Алексей Толстой и трое братьев Жемчужниковых. А что может заставить выйти из тени нашего современника Пелевина? Сильный конкурент или все-таки деньги? Я лично придерживаюсь бизнес-версии. Это очень выгодно – слыть призраком. Пока это приносит доход. Смотрите далее. Сексуальное влечение. Как с ним боролись раньше? Специально оскопляли себя, чтобы не отвлекаться. И как его победил Анатолий Вассерман. Взвился на дыбы и заорал, я вообще половой жизнью жить не буду. Кто и зачем изобрел реальную таблетку против секса? Наш продукт позволяет ставить некую форму защиты. Это агентство специальных расследований и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Таблетки от секса. Само словосочетание звучит абсурдно. Действительно, кому может понадобиться лекарство, которое сводит на нет основной инстинкт? Тем не менее, российские фармакологи ведут разработки в этом необычном направлении. Они уверены – спрос будет. Что заставляет людей сознательно отказаться от секса? Кому выгодно лишить человечество либидо? И кто сегодня изобретает таблетки против основного инстинкта? Поводом для фармакологических изысканий стали результаты опроса, проведённого российским исследователем Андреем Мигачёвым. Вопрос был один. Нужна ли человечеству таблетка против секса? Обратил внимание на то, что существует явный перекос. То есть огромное количество препаратов для секса. В городе тысячи магазинов интима. Ну, со всех сторон какие-то голые ноги. В исследовании приняли участие более полутысячи человек. Разного возраста, пола и социального статуса. Результаты не просто удивили, поразили исследователя. В результате опроса выяснилось, что сначала большинство людей говорит, что нет, конечно, не надо. Через 10 или 15 минут практически все говорят, что да, даже если не нужно мне, ну, то есть я знаю вот Маню или Витю или там кого-то ещё, что, наверное, ему бы пригодилось. О каких же ситуациях идёт речь? И почему не всегда человек может взять себя в руки и переключиться? Первое, что приходит на ум – армия. Там проблема нереализованного сексуального желания в буквальном смысле на переднем крае. Когда человек идёт в армию, у него есть постоянная проблема, дискомфорт от того, что не с ним заниматься сексом. Если раньше возили овец, проституток, резиновых кукол, там что-то ещё, то сегодня появляется возможность просто взять и убрать эту потребность. В октябре 2005 года рядовой российской армии Виталий Салаус расстрелял из автомата шестерых сослуживцев. Объяснять произошедшее солдат отказался. Причину назвал один из выживших. Пьяные деды пытались изнасиловать новобранца. Этот случай не единичный. По статистике, из двухсот самоубийц в рядах российской армии – 12 жертвы сексуального насилия. Вчерашние подростки, оказавшиеся в армии, у них это, то что называется, тяжелейший вариант сублимации. Они, конечно, ищут секса и пытаются его найти самыми дикими способами. Многие наверняка слышали, что проблему излишней сексуальности научились решать уже давно. С помощью обычного брома. Мол, добавляют его военнослужащим в пищу, чтобы они больше думали о боевых задачах и меньше о подругах. Но у серьезных специалистов этот устоявшийся миф лишь вызывает улыбку. Мальчишки в армии и так устают, у них практически нет свободного времени, у них практически нет времени позаниматься своими делами. И те несколько часов, которые им полагается поспать, они используют по полной программе. Промиды, они ведь имеют общую успокаивающие эффекты. Солдат становится несколько, чуть более спокоен, чем нужно, в том числе и тогда, когда он должен быть, например, быстро бегать или решать какие-то там воздушно-десантные задачи. Таблетка от секса решит эту проблему раз и навсегда. Но сторонники этого необычного изобретения одной армии ограничиваться не собираются. Они уверены, в подавлении либидо заинтересовано ни много ни мало все человечество. Вместо необходимой в прошлом функции размножения, сейчас интересы человека лежат в совершенно другой плоскости. Нам не нужно уже сейчас иметь много детей, нам не обязательно сейчас иметь постоянного партнера. Соответственно, человеческий организм, он должен перестроиться. Идея управляемой сексуальности родилась не вчера. В 17 веке на Руси появилась секта, адепты которой называли себя агнцы божьи. В мировую историю они вошли как люди, которые добровольно оскопляли себя, лишаясь таким образом навсегда радостей секса и возможности иметь детей. Скопцы возникали за последние две тысячи лет довольно много раз. Еще скопцы были алхимики. Ну, то есть было такое направление ученых людей в средние века, которые специально оскопляли себя, чтобы не отвлекаться, и чтобы у них осталось время для занятия наукой. Леонардо да Винчи, Исаак Ньютон, Льюис Кэролл, Ганс Христиан Андерсон, Николай Гоголь. Это не просто знаменитости, а самые известные девственники в мировой истории. Совместить приятное с полезным у гениев не получилось. По неволе задумаешься. Может быть, действительно выбрать можно только одно – радости плотских утех или серьезный успех в любом другом деле. Спортсменов просят не заниматься сексом. Почему? Потому что это снижает энергетику в момент соревнования. Потому что все-таки секс, он подсаживает энергетику и эмоции. А спортсменам нужна спортивная злость для того, чтобы достичь весомого результата. Зигмунд Фрейд, а ему в вопросах секса по сей день доверяют миллионы, называл это явление сублимацией. Сублимация – преобразование эротического чувства в творческую деятельность. Есть и те, кто уверен – в светлом будущем для секса вообще нет места. В современном мире удовольствий гораздо больше, чем только секс. Есть кинотеатры IMAX в 3D, есть в Facebook, есть в ВКонтакте. И сегодня спросите любого психолога, приложение социальной сети на телефоне, оно более увлекательно и сильнее затягивает, чем любой секс. Человек будущего, по мнению футурологов, нечто среднее между хомо сапиенс и роботом. Он много работает, размножается в пробирке, всё контролирует вплоть до чувств и эмоций. Всё, что может быть изменено в человеке, будет в нём изменено. Ну, то есть меняют пол, меняют нос, меняют ухо, меняют размеры, меняют длину ног, меняют цвет глаз, меняют цвет волос. Сначала люди начинают говорить, что с инстинктами нельзя поспорить. Но мы всё время только делаем, что спорим с инстинктами. Если верить медицинской статистике, каждого десятого жителя Земли сексуальная жизнь не интересует. И дело здесь не в этике и морали. Так устроена гормональная система этих людей. Их называют асексуалами. Когда люди приходят в состояние сексуальной заинтересованности, то в них пробуждаются как бы животные составляющие, можно сказать, явная деградация. Виталий Баринов называет себя типичным асексуалом. Пока таких, как он, меньшинство. И среди обычных, ещё не достигших просветления людей, их взгляды, понимания не находят. Пока что эта тема мало исследована, мало изучена, и объяснений нет. Популярные издания объясняют это всякими травмами, объясняют болезнями. Но я точно знаю, что у меня ничего такого не было. И у большинства моих знакомых тоже. А пока огромные корпорации эксплуатируют и дразнят основной инстинкт. Сейчас сексуализируют всё. Например, когда рекламируют еду, представляете, там, шоколад, текучий вот такой вот эти там все ягоды, которые в него опускают, это, по сути, порнография. Даже появился такой термин, фуд-порно, когда вместо того, чтобы просто продать вам шоколадные хлопья, вам показывают, что если вы их съедите, то вы станете очень привлекательны, у вас прямо наступит оргазм. Ведомные таблетки разной формы, разного цвета и разных фирм-производителей. Спрос рождает предложение. Все эти таблетки направлены на то, чтобы усилить потенцию. И как раньше мужчины обходились без этих волшебных пилюль. Годовой оборот рынка препаратов для повышения потенции – 5 миллиардов долларов. Бигборды на улицах города, телевизионная реклама, спам в виде писем на электронную почту. Дня не проходит, чтобы среднестатистический россиянин хотя бы раз не получил предложение улучшить свою сексуальную жизнь. Сама по себе реклама, к сожалению, вызывает у обывателя, который смотрит эту рекламу, чувство некоторой неполноценности по эротической части. Хотя никаких показаний для принятия этих препаратов нет. Все и так замечательно получается. На самом деле проблема совсем в другом. Если так пойдет и дальше, то уже через 150 лет людям будет негде жить и нечего есть. По подсчетам глобалистов, если в ближайшие годы рождаемость не снизится, перенаселение планеты превратится из кошмарных фантазий в реальность. Избавление от секса, оно выгодно практически всем, как я сказал, но лучше всего это понимают те, кто борются с перенаселением и те, кто говорят о так называемом кризисе перенаселения, экологическом кризисе. Нет секса – нет проблем. В будущем таблетка поможет разуму взять чувства под контроль. Хотя некоторым никакая таблетка не нужна. Анатолий Вассерман уже сегодня в некотором смысле человек будущего. Чтобы отказаться от радостей секса, ему хватило силы воли. Хотя причиной пожизненного воздержания стало не стремление к совершенству, а юношеская забава. Было мне 17 лет, спорили мы с одним сокурсником о запретах и ограничениях в половой жизни. И я, к сожалению, попался на этот крючок, взвился на дыбы и заорал, я тебе докажу, я вообще половой жизнью жить не буду. Трудно себе представить, чтобы молодой, полный сил юноша сознательно ограничил себя в такой очевидной радости жизни. Но данное слово оказалось сильнее, чем все соблазны. Хотя Анатолий не раз пожалел о том споре. Сейчас я считаю свой тогдашний выбор ошибкой, основательно испортившей мне всю жизнь. Однажды в одном телевизионном диспуте даже заявил, если узнаю, что кто-нибудь попытается приводить меня в качестве примера пользы воздержания от половой жизни, не поленюсь, отыщу его, приеду и лично набью морду. Известный интеллектуал и автор множества популярных книг. Неужели всеми успехами Анатолий обязан добровольному целебату? Как бы не так. Удерживаться от соблазнов, конечно, тяжело. И я думаю, что те силы, которые у меня уходят на воздержание, я бы с гораздо большей пользой потратил в семье. Подавление полового увлечения – это гарантированное снижение всех видов активности, заметное падение трудоспособности. Но как же знаменитые девственники? Неужели они смогли бы сделать ещё больше, не отказывая они себе в радости плотских утех? Впрочем, если изучать их биографию не поверхностно, а более подробно, закрадываются серьёзные сомнения в честности гениев. Скорее всего, это были люди, тщательно скрывавшие свою сексуальную жизнь. На том же Льюисе Кэрроле, на нём лежат обвинения в педофилии. У того же Гоголя были какие-то неудачные эпизоды. То есть человек без секса – это отнюдь не средство помочь собственной гениальности. А вот и главная новость о таблетке против секса. Оказывается, она уже есть в единичных экземплярах. Лев Исагулян – новатор в области фармакологии, нарколог и психиатр. По совместительству – изобретатель той самой пилюли. Правда, она не должна абсолютно избавить людей от сексуальной жизни. Скорее, правильно её выстроить. Наш продукт позволяет ставить некую форму защиты. То есть перед тем, как принять некую форму выбора и войти с человеком в какую-то эмоциональную или половую близость, он сможет остановиться и подумать, стоит ли ему это делать или нет. А вот как быть тем, кто в буквальном смысле является рабом своей гиперсексуальности? Возможно, именно для них таблетка против секса станет шансом вернуться к нормальной жизни. Нереализация своей гиперсексуальности может привести к самым страшным последствиям, вплоть до развития психоза, по-видимому, до срыва, до начала асоциального поведения, то есть то, что называется, поведение маньяка. Ещё раз повторяю, в быту – это неправильное слово, но сейчас это называется маньяк. Но и в этом случае таблетка не по нацеле. Эксперты уверены – нарушение сексуальности в ту или иную сторону – это следствие. А лечить надо причину. Давайте предположим, что в недалёком будущем секс действительно станет немоден и уступит место другим наслаждениям. И в аптеках появятся таблетки не только для, но и от секса. Я не исключаю, что так и будет, но не факт, что лекарство, будь оно даже самое лучшее и дорогое, решит ваши проблемы. Это было агентство специальных расследований. И я – Вячеслав Разбегаев. Увидимся. Смотрите в следующей программе. Большие города. Что они делают с людьми? И почему из них убегают знаменитости? А я всё время уезжаю. Именно для того, чтобы приводить свой организм в релакс-состояние. Стоит ли верить тем, кто общался с пришельцами? И можно ли заразиться ожирением? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова